МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спартак чемпионом России в год, когда в команду никто не верил. Ну и после этого вывел сборную России на Евро-2004. И тоже вопреки обстоятельствам. Долгая история, которая начиналась здесь, на качковатом поле маленького сельского стадиона. День не созвонился с ним, чувствуешь себя как-то дискомфортно. Он горел. Это комета. Старались его эмоции немножко потушить. А, это так. Часть кого у вас школа названа? Милиярская. Дорога к тренерству Спартака. У него была неуслана розами. Все решилось лучше. Он говорит, он не молчит. Всегда его называл вторым отцом. Как будто рано. Я его все время жду. Ждем, когда он зайдет. Но, к сожалению, зря ждем. Нет внимания, он обводит. Гигантский стадион и гигантского масштаба задачи. Говорят, полжизни ты работаешь на имя, а потом оно на тебя. Вот моментище. Ой, 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 ой. Субтитры создавал DimaTorzok Должен был быть свободен тренер Константин Иванович Бесков Хотя и динамовец, но тем не менее возглавивший Спартак Здравствуйте Здравствуйте Сменился тренер, пришел Константин Иванович Бесков А тогда по стране, под разными названиями, очень много спартаковских команд было Константин Иванович провел этот турнир, где подбирал игроков в новый Спартак, уже свой Спартак И тогда, кстати, Романцев появился из Красноярска, и Жора, и из Костромы И я просто увидел, что этот парень кто такой в 29 лет Константин Иванович любил проводить зимние турниры в Манеже с участием спартаковских команд И вот в этом турнире участвовала команда Спартак Кострома, за которую играл нападающий Георгий Ярцев Ну в 29 лет обычно в Советском Союзе люди заканчивали с футбола И в 25, и в 24, и в 27, ну в 30 это уж обязательно А здесь в 29 лет игрока берут Спартак Ну это никакой логике не поддавалось И только один тренер, уверяю вас, в Советском Союзе мог решиться на такой шаг Это был Бесков Вот ты здесь остался один на один и стал бить какой-то подрез Ну а поди, ты обведешь его, забьешь гол Ну это, наверное, судьба, а может быть ничего случайного не бывает в этой жизни Когда я приехал второй раз в Спартак, Константин Иванович попросил меня потренироваться Говорит, что тебе простаивать, все равно надо в форме быть Я оттренировался, помылся И он говорит, иди поужинай, потом я хочу с тобой поговорить Я спустился вниз и жду в холле, когда все ребята сядут за свои места Чтобы не зайти в столовую, не занять чего-то место Там у каждого свое место же, естественно, кто играет уже в команде Смотрю, все расселись, захожу Почти все столы заняты Остановился так, и вдруг Георгий Санк, с которым мы не были знакомы Ну он слышал, что меня Олег зовут, меня представил Константин Олег, иди у нас здесь место И вот по жизни оказалось, с ним за столом сидел Хидиатуллин и Досая Мы до сих пор дружим С Романцевыми у нас сложилась семейная дружба, так скажем Мы очень дружим до сих пор и с женой, и с Олегом, потому что и в команде они очень часто встречались И мы с Наташей друг другу всегда могли помочь там с детьми До конца его жизни дружили искренне, семьями дружили, жили рядом, ходили друг к другу в гости регулярно И знаете, до конца жизни, если день не созвонился с ним, чувствуешь себя как-то дискомфортно Эту книгу мы тоже очень любим, это Олег, вот с такой редкой, с редкой записью Это такого, вот, Олег всегда очень мог сказать коротко, но очень емко и понятно Он до конца жизни оставался большим ребенком Очень умный человек, очень общительный, начитанный И немножко наивный, наверное Он моложе выглядел в своих лет и моложе по поведению, наверное Мы были на равных Я узнал, что он с 1948 года, гораздо позже, как-то мне это не интересовал Не имело никакого значения Кстати, Досаев, он вообще на 9 лет старший Досаев так же скажет, как и я Мы, наверное, все-таки даже и не чувствовали разницу в возрасте, понимаете, как ни с Георгием Александровичем, ни с Олегом Ивановичем Мы, понимаете, мы были дружны, просто мы не зацикливались, кто старше, кто не старше, понимаете, кто младше Поэтому было хорошее отношение Одна из таких любимых фотографий, это Георгий и Олег Мы крестили в один день детей Мы крестили Ксению и Валентина Ксения – это наша дочь, а Валентин – их сын Наташа с Олегом Ответив двумя мячами на один пропущенный, они завоевали первое место Это была отличная репетиция перед ответственными матчами Московской Олимпиады Спартак – главная команда в карьере Георгия Ярцева Как игрок Ярцев не провел за клуб и четырех полных сезонов, но при этом успел стать лучшим бомбардиром Советского Союза и чемпионом страны При этом, переходя в Спартак в 77-м, с одной стороны, Ярцев переходил в клуб Гранд Советского Футбола, с другой стороны – в команду Первой Лиги Все мы говорим, что Спартак, да, это красиво, мы на первое место ставим Спартак А пригласили его в Первую Лигу в Спартак Может быть, бы его не пригласили сразу игроком в Высшую Лигу Мне довелось с великими тренерами работать Вот Константин Иванович – великий тренер Он увидел игрока, который может дать пас И увидел игрока, который под этот пас открывается все время остро туда, туда, туда Это счастье, что для Юры Жору нашли И для Жоры Юру нашел Константин Иванович Бескар Что касается Гаврилова, то он появился в Спартаке не сразу Константин Иванович всегда собирает команду Будь это Динамо или будь это ЦСКА 60-х годов, начало Как мозаику Ему обязательно нужно, чтобы один игрок дополнял другого И Бескар понимал, что Ярцев раскроется только тогда Когда под ним будет играть футболист, способный ему отдать пас с учетом скорости Ярцева Как играет нападающий, который много забивает, это понятно, что ему нужны хорошие хавы Да, хавы были хорошие, но для того, чтобы хавам отдать мяч, нужен хороший нападающий, который умеет открываться, который знает, куда открываться Так что у них связь с Гаврилом, Черенковым, Шавло, Сидором, это наши хавы Была очень хорошая, они знали, когда, кто и куда должен открыться, когда, кто и куда и как должен отдать Если говорить про его главные качества, что бы вы поставили на первое место? Ну, наверное, все-таки скорость и вот этот забивный удар у него не было такого сильного, всесокрушающего Хитрый, умный и скоростной игрок, который и забивной еще Длинную дистанцию бежать, там, 50-60 метров Вряд ли он бы хорошо пробежал, там, были такие бегуны, как Олег Блохин Вот на любой дистанции мог бежать здорово А вот рывочек 5-10 метров, то, что нужно в Трофной площади, наверное, равных Георгия Саныча не было Благодаря вере в себя, благодаря партнерам, которые его окружали Благодаря тренеру Бескову и Старостину, конечно, который играл большую роль Ярцев за три года полностью оправдал свою фамилию Он запомнился болельщикам настолько, насколько не запомнились некоторые игроки Которые играли по 10 лет в «Спартаке» Это комета, вот она вот прям взлетела Вы знаете, это удивительная вещь, я вот десятилетия отыграл в «Спартаке» И, может быть, имею имя, но, может быть, даже меньше «Жора Ярцова» А он три года всего отыграл в «Спартаке» Но как отыграл, что о нем говорят и сегодня Вот это величие, величие, по-другому не скажу Он, конечно, приобрел в «Спартаке» Но это Константин Иванович увидел этого игрока Он для «Жора» же ведь придумал, и даже не придумал, а как бы научил его Он сказал, вот есть крайний защитник, есть центральный защитник Когда ты будешь играть правого нападающего, он же пришел как правый нападающий То тебя будет закрывать вот этот вот левый защитник противника А если ты к центру, центральный, а ты между ними расположись И тогда тебя в какой-то момент и тот теряет, и тот И вот в этот момент Юра должен дать пас Случай с Ярцевым, это могло продолжаться дольше? Надо знать Бескова Если Бесков решил обновлять команду Если он видел на этой позиции какого-то другого игрока Значит... Резать мясо? Резать мясо, да По словам Тарасова Так уходил Романцев, так уходил Ярцев Так уходил Шавло, так уходил Гаврилов Можно перечислять В одну секунду нам казалось, что без этих футболистов Это не Спартак Но тем не менее Бесков выходил из этой ситуации Это сирень, любимое просто растение Георгия И вот продолжение этой истории В этом году сирень очень болеет без своего хозяина Она так ей давала цветы Я вам покажу фотографию, где стоит Георгий Он утопает не в зелени, а в цветах Просто вот цветы он утопает, он стоит такой счастливый И он очень любил рвать мне цветочки и приносить домой Я его всегда ругала Я говорю, выйди лучше на улицу, давай смотреть Нет, он всегда приносил мне домой И вот в этом году она болеет, я ее лечу Ярцева принято считать балованием судьбы Это не так Тяжелое детство в многодетной семье Потери сына А еще долгий период безвремени после окончания игровой карьеры Без работы и с ощущением, что в профессиональном футболе ты не нужен Дорога к тренерству Спартака у него была неуслана розами Потому что ему пришлось тренировать и команды на первенство Москвы И приходилось быть в тяжелых ситуациях Когда он закончил, нам сразу сказали А что вы так волнуетесь с его именем, чтобы его не взяли на работу Абсолютно даже старостен всегда говорил Георгий, Жорж, он его называл Ты даже не волнуйся, ты не пропадешь вообще Но оказывается, это все, даже куда он не обращался То он был нигде не нужен Абсолютно нигде Даже при Спартаке, у Спартака Там даже не нашлось ему никакой работы И вот он сам как-то, как-то устроился в Капотню Это был очень сложный период Я дружил с Ярцевым И дружил с его супругой Любой И иногда мы с Любой разговаривали И она, признаться, была в отчаянии от того, что Георгий Александрович не был востребован И Олег Иванович ему сказал, что приходи ко мне вот вторым тренером Вот он его пригласил И вот у него уже началась другая Просто другая жизнь уже Уже взрослая жизнь Уже жизнь после футбола Но жизнь, которая связана со Спартаком У него появилось настроение Настроение, он попал в свою среду Вы быстро нащупали вот эту связь Как тренер и ассистент главного тренера? Дело все в том, что у нас, наверное, поэтому и дружили И после того, как вроде бы номинально я главный помощник Мы остались в таких же хороших и дружеских отношениях Я никогда не давал понять, что я главный, а он второй Он никогда не давал понять, что он будет слушаться меня И только делать то, что я сказал Мы спокойно разговаривали, как два профессионала Футболиста и тренера Мы могли сесть и обсудить все И прийти к правильному решению Ни разу за свою жизнь мы с ним не поссорились На почве там какого-то игрока Какой-то игры состава Нет, у нас почти не было разногласий У вас пацаны знают Ярцева? Или все-таки это другое поколение? Для меня это, я думаю, во-первых Ну вот это сейчас мальчишки занимаются 12-го года рождения А два года назад, как раз когда мы заключали соглашение с Академией Московского Спартака И к нам как раз приезжал сюда и Георгий Александрович, и Родионов Сергей Часть кого у вас школа названа? В Нильярцеве А кто это был? Это самый лучший в Никольском В Никольском, ничего себе, да, все правильно Играл же Московский Спартака А на какой позиции? Кто он был по позиции? Вроде нападающий Нападающий, да, правильно А, ну хорошо, футболист он давно играть закончил, а дальше? А он тренировал Спартака Московский Он играл в сборной России В Костроме практически все, кто более-менее выделялся из мальчишек Ну, их кликали, так говорится, Георгием Ярцевым То есть он был звездой, играя здесь уже? Да, он был звездой, играя здесь однозначно Георгий Саныч, когда выиграли первенство Советского Союза в 79-м году Он как футболист, звезда для нас, кумир Приехал именно в нашу школу, в наш класс, где мы учились Так как один из наших тренеров, первый, был его также другом Именно с 79-го года он появился у нас в школе Когда уже сами оказались в профессиональном футболе То есть уже как с наставником, как, можно сказать, на самом деле с кумиром по жизни Уже стали чаще общаться Спартаковское чемпионство 96-го в истории российского футбола Средний возраст состава меньше 23-х лет Самая молодая команда того чемпионата И успех, несмотря на отъезд ведущих игроков и ворох травм зимой Романцев, президент клуба, Ярцев, главный тренер Сезон эмоция, яркая вспышка От первых матчей в Лиге чемпионов с Нантом И до последней игры за золото Солани Всегда приятно вспоминать Георгий Александрович Дело в том, что именно 96-й год, когда его поставили Главным тренером в Спартаке Как раз именно при нем, наверное, столько молодежи Можно сказать, что поднялись в команде Потому что не то, что ничего не оставалось А пришлось брать ребят с молодежи Тот же, даже Вадик Евсеев, который Вадим Евсеев Он сразу начал играть с Нантом в Лиге чемпионов То есть ни одной игры не сыгравший за главную команду Он сразу вышел играть в Лиге чемпионов Это говорит о том, что нам просто не хватало ресурса Ну, во-первых, он доверял молодым Все об этом знают И, на мой взгляд, это было правильное решение Потому что тем футболистам, которым он доверял Это, например, Евсеев, Лепко, Коновалов Они были, действительно, Милешин, Джубанов Они до того момента были известны только как футболисты дублирующего состава И Георгий Александрович сделал на них ставку, чтобы было правильным решением И эти ребята отблагодарили за его доверие Своей игрой, своими результатами, своими голами и так далее Конечно, это было неожиданно И многие не верили в то, что Георгий Александрович делал Потому что, действительно, был такой тяжелый момент, когда не только болельщики других команд Но и наши спартакские болельщики не верили в то, что Спартак может стать в том году чемпионом Вот как раз-таки Георгий Александрович, как я уже сказал, поверил в молодых ребят Которые его вот это доверие отблагодарили Если я уверен в человеке Если я, как вы сказали, какой-то тактический план буду использовать Будь ему 19-17 лет, он все равно будет играть Приведу такой пример Сборная России, в которой я трудился в качестве пресс-старше Уезжает в Финляндию Остальные игроки с Ярцевым едут в Швейцарию На короткий сбор Потом мы снова встречаемся в Тарасовке Ярцев подходит к Романцеву и говорит Иваныч, а ты знаешь, я тебе левого полузащитника открыл Он говорит, а кто же это? Он говорит, Андрюша Тихонов Попробуй его на этой позиции Это правда, да, мы были на сборах, если не ошибаюсь, в Швейцарии В Швейцарии на тот момент, как раз летом Взяли Сергея Юрана Под Лигу Чемпионов Потому что был и Шмаров, и Юран Два нападающих Ну и я как бы был нападающим Но если берут Сергея Юрана, понимаете То есть, а у меня качество Объем работы большой Большой объем работы Плюс я играл с двух ног Возможно, карьера Тихонова Останься он нападающим Сложилось бы совершенно по-другому И мы бы не говорили о нем Как о легенде Спартака Не переведи его, прислушаясь к словам Ярцева Олега Ивановича На левый край полузащиты Перестроили, знаете, как Из нападающего полузащитника легче сделать Чем из полузащитника нападающего То есть, если у тебя с головой все нормально И ты слушаешь то, что говорит тренер И выполняешь Никаких не должно быть проблем Так что, Георгий Александрович, да, это он сделал, да Будь команда постарше Я не знаю, как бы сложились отношения у Георгия Александровича с этой командой К примеру С Валерой Шмаровым На тот момент хорошим футболистом У Георгия Александровича отношения не сложились И не случайно в начале сезона 96-го года Шмаров уехал в Южную Корею Георгий Александровичу гораздо проще было Общаться Напутствовать Принимать какие-то суровые решения По отношению к молодым футболистам Ну, если бы, допустим, оставался Романцев главным Я думаю, что вряд ли взял бы Романцев Горлуковича Но это мое мнение Потому что по специфике игры По качествам, которые должны были, нужны были Спартаку Вряд ли он взял Горлуковича А Горлукович на тот момент сыграл большую роль Большую роль как раз в становлении вот этой команды Которой в 96-м году Молодежи и, знаете, и даже и нас Хотя мне было уже 26 лет Молодым не назовешь Но тогда как бы молодая команда была Вот, как раз именно Горлукович Вот этот был мостик, наверное Который мог держать в ежовых рукавицах всех Вот, мы хоть и над ним смеялись Подкалывали его, как бы Вот, но все равно этот человек, наверное Способствовал тому И той помощи Ярцеву От команды, наверное, которая была Практически сюда приехали Молодежным составом Я назвал сегодня у нас пионерский отряд Приехал и вожатый Горлукович Пионер вожатый Георгий Александрович Все мы знаем, что он такой достаточно жесткий человек Жесткий тренер, в принципе Возможно, наверное, изменение было в плане дисциплины Потому что Георгий Александрович, поверьте мне Он мог очень-очень сильно наказаться Ну, как пример просто Мы могли, условно говоря, в «Спартаке» проиграть Одну игру, неудачно сыграть Да, Георгий Александрович мог не отпустить домой А посадить всех на базу На неделю Конечно, все были недоволены Но, тем не менее, на мой взгляд, это было правильное решение Чтобы немножко мы не расслаблялись И сосредоточились на предстоящей игре Олег Иванович, как бы он так Всех равнял в одну планку, плюс-минус У Георгий Александровича, возможно, была чуть-чуть небольшая градация Он нас не жалел, он не давал нам слабину Но он знал, в какой момент можно посмеяться, поржать, поприкалываться Кому-то напихать даже на разборах игры Олег Иванович держался в тени Он никогда ни на одной тренировке не выпячивал себя И не показывал, что он главный тренер В отношениях с игроками, в отношениях с персоналом Он всегда подчеркивал, что главный тренер – это Георгий Александрович Ярцев Олег Иванович достаточно четко и грамотно расставил акценты О том, что главный тренер – Ярцев Знаете, он мог и по головке погладить Мог сразу же и напихать Еще раз говорю, для него вообще не было авторитетов Он и нас на разборе всегда и пихал нам И, знаете, я даже выражения не могу сказать, какие он нам говорил То есть человек настолько был эмоционален Что сейчас он может подойти к тебе, обнять Чисто по-отечески, знаете, сказать какие-то хорошие слова И здесь же на установке или там где-то в перерыве Наговорить столько, что тележкой не увезешь Дома было порой напряженное его состояние Мы это все видели, я всегда говорила Доченька, сегодня не выходи из комнаты На что он, если он быстро отходил Он говорит, а доченька где? Я говорю, Ксенечка, выходи, папе ты нужна Ксюшенька выходила, Ксенечка Потому что я боялась Я его от всего как-то так вот умела Немножечко, чтобы он дома отдыхал Знаете, мне вспоминается момент, когда Георгий Александрович меня не поставил на финал Кубка страны против московского локомотива Мы проиграли 3-2, да Я на него был настолько злой, настолько злой Как меня не поставить, да, в финале Кубка, да Хотя, конечно, потом я уже, когда прошел там год, может Я прекрасно понимал, осознавал, что, видимо, я был не в форме Раз Георгий Александрович Ярцев такой шаг по отношению ко мне сделал Его человеческие качества, конечно, вызывали всегда уважение И так, если не скромно сказать, я всегда его называл вторым отцом Прекрасный человек Многие обижались на него? Нет, никто не обижался Все понимали прекрасно, что этой эмоцией он не говорил, он не оскорблял никого Он никого не оскорблял Он не переходил ни на мат, ничего То есть, близко такого не было Просто, когда нужно было сказать, что ты плохой Или плохо сыграл, или что Он говорит, он не молчит То есть, в любой момент Если нужно сказать, что хороший, он всегда скажет, что хороший То есть, всегда было рядом и плохое, и хорошее Вот это как раз вот эти эмоции И вот в них, наверное, Георгий Александрович Ярцев Я очень рад, что слова патриотизм, честь флага, честь клуба Это не пустые слова А какой-то, говорите, усталости не стоит Наверное, здесь какие-то другие компоненты Поэтому я прошу прощения Кидаю, будем разбираться серьезно Прекрасно, успехов, дорогой Но я буду говорить, как он говорил Он говорит, смотрите, люк с г***ом Он открывается, вот неудачно сыграли Понимаете? Потом он говорит, и опять неудачно что-то такое Он говорит, смотрите, вы уже там Крышка скоро закроется, надо из нее вылезать То есть, понимаете, вот в нем вот такие вот вещи Обычные русские слова, это было всегда Поэтому вот эти эмоции мы воспринимали нормально Петровский один из самых важных, а кто-то скажет, главный стадион в тренерской карьере Георгия Ярцева Сейчас здесь идет легкоатлетическая тренировка А осенью 96-го Спартак Ярцева переиграл здесь, в Петербурге, в золотом матче Аланию Газаева Прошлым летом здесь же, на Петровском, состоялась ретро-игра Спартака и Зенита Ярцев был на спартаковской скамейке А спустя несколько дней после того матча тренера не стало Я думаю, что когда игрался золотой матч Георгий Александрович еще не держал в голове Что на следующий сезон ему вновь придется поменяться ролями с Олегом Ивановичем Мне кажется, он где-то в душе, в душе думал о том, что позиции сохранятся Что Олег Иванович останется президентом клуба А он будет главным тренером Пить того сезона эмоциональный? Наверное, да Только когда прозвучал свисток финальный Тогда, видите, Ярцев с Романцем обнимаются И Валерий Георгиевич Газаев тоже не сильно радуется Хотя могли в ничью сыграть в этом матче Сразу пропустили рикошет Но здесь был удар на удачу Многие спрашивают, ты бил или простреливал Я говорю, ну конечно, я бил просто в сторону ворот Ну смотрели матче-то, запомнили что-то И яркость его Ну и фамилия-то наша, видите какая Ярцевы А в нашей местности Ярила Это солнце Бог весны Фамилия на шерце Он мне всегда говорил, что Люба, если что-то случится в жизни Не забывай моих девочек, сестричек И у нас все с девочками хорошо С его сестрами Я не то, что там могу забыть А по жизни мы просто очень дружим И в хороших отношениях На этом стенде мы увидим все то Как начинал он играть Вот там сверху черно-белая фотография Это первая их спортивная команда Он самый маленький, как вы видите И сюда он в эту школу приходил И пару раз проводил вот эти, так сказать, спортивные уроки Он же по образованию-то фельдшер Да, я знаю Вот Пошел сразу на работу Костылем, но ходил на работу Работал Ну а потом опять В больницу? Да, в нашу больницу То есть потом, когда устанавливался от травмы Да, в больнице, да Он сразу же стал работать фельдшером в больнице В приемном покое он работал, принимал больных Вот Так что без работы он никогда не сидел И каждый из нас помнил мамина правила Умейте нападать Умейте отступать Но каждый неудачи отдавать умейте сдачей Иначе вам удачи Не видать Опять начнет летит Блин, удар, гол Блестящий, Юрий Якифоров Блестящий разыгран угловой Ай да капитан Ай да молодец Черкизово Знаковое место для Георгия Ярцева В конце 70-х Как раз в Ярцевский период На старом стадионе Локомотив Спартак часто проводил домашние матчи Словно по совпадению Старый Локомотив стал домашним стадионом Спартака В сезоне 96 Лужники как раз были на реконструкции Ну а вот здесь На новой арене Лока Сборная России Которую Ярцев, казалось бы В безнадежной ситуации принял в 2003 году Прорубала себе дорогу на Евро 2004 Матч С командой Израиля Сборная проигрывает Входит в раздевалку Колосков А он мог и не войти в раздевалку Мог расстроенным уехать Со стадиона И начинает кричать На игроков Ну и Немножко на Газаева Газаев перебивает его И говорит Вячеслав Иванович Ну не надо так кричать И тратить столько эмоций Я уже не тренер сборной Я из сборной ухожу И тогда встает вопрос А кто же будет Главным тренером сборной И если вы Вспомните Ту ситуацию То Романцев Только что Ушел из сборной Газаев Газаев Вслед за ним Ушел из сборной А кто еще претенденты Газаев был герой нации Сейчас Разверните Также нельзя Наверное Оценивать работу Он трудился Он работал Да Два фронта Да Тяжелый удар На лиге чемпионов Да Это большая нагрузка Поэтому Его нужно просто Поблагодарить За то Что он сделал Все решил случай Ну я видел Что команда наша Борная Имеется ввиду Потихоньку Умирает Затухает Пропал энтузиазм Ну и такая Вялость какая-то Появилась И мне нужен был Тренер Который мог Команду вдохновить В Волгограде Проводился Большой спортивный праздник Ярцев И Досаев Проводили там Мастер-класс по футболу Ну я естественно Был На этом мероприятии И после Окончания Поговорил С тем С другим Ну вместе Как всегда Это бывает Друг друга знаем Хорошо Вот И я вижу Что у него Там Ну через край Энтузиазм Он действительно Такой был по жизни Человек Достаточно Эмоциональный И вот У нас в сборной Начал рассуждать Что Как Куда надо То Надо Это Ну у меня Это разговор Запомнился Я приехал В Москву Опять Собрал своих Помощников Посидели Поговорили Ну и принял решение Что Надо с ним Значит Более конкретно Поговорить Действительно Команда В этот период Времени Смогла Не просто Как бы Прибавить А Мне кажется Как-то Сплотиться И сплотиться Не просто Там То что Такая идея Важнейший Матч Выход на евро А еще и тренеру Удалось все-таки Не нагнетать Сильно ситуацию Да такой Чтобы всех Затрясло И в то же время Показывать важность И говорить о том Что Мы не только играем Как бы за страну Вы играете За своих близких Которые будут вас смотреть И За вас болеть И переживать Что касается Новых игроков Которые появятся В сборной Конечно Они появятся Почему? Потому что Я считаю Незаслуженно Забыты те люди Которые не играют В нашем российском чемпионате И показывают Достаточно Зрелую игру Я вспоминаю Вот разговор На базе Как раз Перед матчем С Уэльсом Когда он меня Позвал к себе Где он мне сказал Что я буду играть Мне очень понравилось Что Он не нагнетал Вот Настолько Правильные были Сказаны слова Он понимал Насколько Волнительно Дебют для игрока Тем более Для вратаря Символично Что его на чемпионат Европы Вывел Человек Которого он сделал В 96-м году Евсеев Ну наверное Мы же говорили с вами О совпадениях О случайностях Наверное Вот это и есть То самое совпадение Которое Сыграло Свою Решающую роль Как раз Евсеев Тем самым Вместо слова Спасибо Забил Вот этот Самый Гол Который и вывел Команду Георгия Александровича На финальную часть Чемпионата Европы Знаменитый спич В камеру От Вадима Евсеева После игры С Малейцем После игры С Малейцем Ну Наверное Он все-таки Думал Что это не наша Камера А камера Уэльцем Это везде Видели И там Ну да Ну Ну вы понимаете Это эмоции Конечно нельзя Так Но в общем-то Эмоции Перехрестнули Все Это было про характер Ярцевской команды Да Это было отражение Это отражение Там 1-0 выиграли Но было столько моментов Что могли не 1-0 выиграть И 2-3 Мы могли выступить и лучше Но учитывая то Что у нас в группе Была сборная Испании Сборная Португалии Конечно же Очень сложно было Надеяться на выход Из группы В принципе Все логично произошло Поскольку Португальцы И испанцы Были не только фаворитами В нашей группе Они были вообще фаворитами Всего чемпионата Поэтому считаю Что практически Мы я считаю Сыграли на максимум Обыграв Как говорится Будущих чемпионов Европы Грек В заключительной игре Да Действительно У Газаева Была сверх жесткая дисциплина Он такой Человек С повышенной требовательностью И к себе И к футболистам И это порой Действительно Зажимало команду И они Ну как бы так вот Слово боялись Плохое слово На самом деле так Где-то Чего-то там Какую-то проявить Там Инициативу Творчество То есть были Зажаты Такой рамки Жесточайшей дисциплины Вот нужно было Вот этот стресс С них снять Вот Георгий Александрович Это удалось сделать С помощью Своих Своего помощника Рената На игроков На того же Коряку Но После Матча Я к нему подошел И говорил Георгий Александрович Ну так нельзя Иди извинись Перед ребятами И вы знаете Он послушался И пошел Извинился Перед ребятами То что Он был Немножко Зволнован В общем-то Нервы Игра Взяли свое И он В общем-то Извинился Ну у меня уже опыт был Работа С такими личностями Яркими Знаете Это Виктор Тихонов Когда возглавил Сборную команду Сальского района По хоккею Он тоже был человек Страшно эмоциональный И мне даже Приходилось На многих играх Стоять На скамейке Вместе с игроками И с тренерами С тем Что порой Его успокаивать То есть опыт Этот был Ясно Что здесь До этого дела Не доходило Вот Но мы Действительно Много Разговоров Ввели По поводу того Каким образом Не переборщить Здесь Как бы мы Не говорили Про Ярцева Что-то Но все равно Это действительно Эмоциональный человек Он Может сказать Достаточно резко Может прямо Сказать И на самом Евро Были ситуации С игроками Когда они На теории Даже Такое Что-то похоже Было Был случай С Мостовым Уже В финальном Турнире Он как-то Утром Прибегает Ко мне Опять Весь Такой Зволнованный С Повышенным Национальным Фоном Каким Более Похоже На исторический Тон Какой-то Что-то У нас Завелась Пятая колонна В команде Надо Где-то Пятая колонна Ликвидировать Ярцев А Это Ярцев Конечно А что Такое Да Вот Мостовой Дал интервью Где Сказал Что Наша Команда Никаких шансов Не имеет Что Они Не попадут В финал И прочее Надо Его Немедленно Убрать Из команды Ну Вот Мы Здесь С ним Имели Долгую Беседу С тем Чтобы Все-таки Убрать Эмоции Эмоции Лишние Были Убраны Но Он Настоял О том Чтобы Мостовой В составе Его Не было Нужен Кто-то Чтобы Такой Громотвод Я не знаю Успокоительный Человек Который Рядом Остановит Надо Подумать Не надо Резать Сразу По-живому И так далее И тому подобное Вот Пожалуй И все Извините За этот Кошмар За стыд Который Мы Испытали Сегодня Я вспоминаю Матч Уже В четвертом Году Против Португалии Злополучный 1-7 И Вот Почему-то Вспомнился Такой момент Эпизод В день Матча Прогулка И у Тренера Тренер Так Что-то Вот Я не знаю Кто-то из ребят Видел Потом Он рассказал Почему-то Разбежался И так вот И плечом В дерево Вот так вот Ударил Ну не знаю Может быть Чтобы так Взбодриться Может быть Кому-то еще Показать Как что Он так настроен Как из агрессивного На матч Но с другой стороны Это немножечко Может двояко Восприниматься Всеми В моем понимании Это выглядит Больше как волнение Перед таким матчем Что тоже Может В принципе Накладывать Отпечаток На игроков Которые Будут выходить И играть Единственный раз Я его видел В таком Состоянии Растерянность Это после Поражения От Португалии Вот Вот там Я уже видел Что он Ну просто Его трясет И он не в состоянии Управлять своими Сами чувствами Наверное После таких матчей Подают в отставку Но не пора ли нам Спросить Из игроков Неважно Кто будет Тренером Все-таки Ответственность И когда ты Одеваешь Майку Футболку Своей страны Наверное Она должна Присутствовать Георгий Александрович Такой вот Он эмоциональный Сам по себе человек То есть Вот он В плане Отношений К результату То есть Он очень переживает Да То есть С командой Добивается успеха Но видно Как он во время Матча Волнуется Я имею в плане Переживаний Он готов по-моему Сам выбежать на поле И иногда Это как бы Ну Накладывает Определенные Сложности Эмоциональные Да Поражение Оно Болезненное Это очень неприятно Это как бы Такое Как вот Не знаю Шлейф Многие назовут Клеймо Да Но Я лично Вот это поражение В котором В этом матче Где я пропустил 7 Я благодарен Что у меня был Этот матч Да Почему Потому что Я понимал Что после него Уже хуже не будет Нервная система У Геория Александровича Была Как мне кажется На пределе И Вот если мы говорим Человек Горел Вот Георий Александрович Горел Вот каждый день Мне кажется С утра Он горел Он горел Идеями У него были Какие-то мысли Он полностью Отдавался работе Он полностью Отдавался футболу Он полностью Отдавался Спартаку Он полностью Отдавался сборной Он Он горел Ну естественно Конечно Все таки Это так не проходит Естественно Здоровье Нервы Понимаете В общем-то Наверное Подшатнулись у него Понимаете Как Естественно Может там И сердечко было Но он ничего Не говорил Держал себе Ничего Какого не говорил И сейчас По пути в Москву С Колосковым Обсудим Дальнейшую судьбу Тренера Ярцева Последние годы Он стал любить Очень это место Он Он все время Находился здесь Даже вот последнее Я его проводила Отсюда И он уехал И мы должны были Встретиться В Москве И потом опять же Сюда приехать Это вот Все грустно Все это Живет В памяти В сознании Каждый день День и прохожу То есть Я Я очень ощущаю Я очень чувствую Что Он здесь Он со мной Я его все время Жду Вот сейчас Дверь откроется И он войдет Так было Несколько лет Последних Мы сидим Он чуть попозже Он недалеко Жет Дверь открывается И заходит Сразу другое настроение Ждем Когда он зайдет Но к сожалению Зря ждем Олег Олег очень переживает Олег даже Олег Олег Вот только что Сейчас мне Позвонили Прислали фотографию Где-то была игра И Олег Иванович Просто Он даже со мной Вот разговаривает И Ему даже Самое тяжело Разговаривать Олегу За день до этого Мы с ним разговаривали В общем-то Общались И Утром На следующий день Звонят уже Корреспонденты И Наша Захман Знаете Что Георгий Александрович Я говорю Как Я говорю Только с ним был Мне дам Вчера Вот так Я Я думал Это шутка Сразу стал всех Обзванивать И Кокурев позвонил И Другим людям В общем-то Они сказали Да На самом деле Это человек Который Которым пришел Спартак Увиделся Сразу Проникся Как я к нему Так и он Очевидно Ко мне И так По жизни Красной нитью Он у меня проходит И в хорошие времена Когда Мы Выигрывали Вместе Все мы с ним Выигрывали И когда Плохие времена Когда проигрывали Тоже вместе Все проигрывали На следующий день Встретились Олег Иванович Мы должны были За ветеранов Ехать Вот И на самом деле Знаете Мы с ним поговорили Ну как так Сейчас он придет И будет опять шутить И опять будут Какие-то байки Рассказывать Те старые Которые у нас были Понимаете И в голове Не укладывалось То что его нет Вот он всегда Когда Меня видел Последние годы Так и говорит Любимчик мой Он меня все время Называл Любимчиком Своим То есть Ну возможно Знаете Я все-таки Для его становления Как тренера Наверное В 96-м году Не то что я Команда Сделала очень много Ну я принял Своё участие Наверное В этом Поэтому Георгий Александрович Наверное Все-таки Теплые чувства Какие-нибудь Ко мне был Трудно было поверить Очень долго Как и многим другим Что Георгий Александрович Так резко И так быстро С той же скоростью С какой он бежал Уйдет и жизни Спортивная жизнь Она В нее входит Отсутствие мужа Эти поездки Ты не к этому привыкаешь Приехал Уехал Приехал И как-то Вот я первое время Наверное Я себя уговаривала Чтобы как-то Наверное жить Георгий в поездке Георгий в поездке Вот он должен приехать Должен Сейчас я поняла Что он не приедет Вы знаете Мы все ходим под Богом И не знаешь Когда упадешь Есть молодые люди Уходят Знаете Как внезапно Есть вот люди Кто постарше Но все равно Ты воспринимаешь Это как будто рано Как будто вроде бы Не должно это быть Всего Но видите Жизнь она такая Что Никто не знает Когда и чего Это произойдет Мне пока еще Непонятно Как жить без него Пока непонятно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok